Книга «Открытым оком», том 2, тема литературы, вопрос 821. «Скажите, музыканты, работающие на сцене, и артисты – это грех? Они весело живут только на сцене, но для них это может быть тяжелой работой. Грешно ли это?» – отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «У Грибоедова в горе от ума. Ревнитель благочестие изрекает. Уж если зло пресечь, Собрать бы книги все, да сжечь!» Иоанн Златоуст называет театры училищем разврата. А Ян Коминский, священник чешский и епископ новозеландский, Мартенсен, допускают существование театров даже в школе. С ограниченным диапазоном действия по библейским сюжетам. У нас в общине есть свои артисты и неплохие. После бракосочетания и обеда они делают представления, подобающие торжеству, на библейские сюжеты. Я считаюсь хозяином нашего храма и трапезной, владельцем, к тому же и старостой общины. Значит, несу повышенную ответственность за представляемое на местном подиуме. Я весьма осторожничаю и еще ни на одном представлении не был. И когда вся община смотрит доморощенных артистов, я с наслаждением гоняю во дворе своих голубей. За грех не считаю, но так как предполагаю, что могут быть нарекания, не как на хозяина и старосту, а как на проповедника, то я берегу себя. 2 Коринфянам 11.12 Чтобы не дать повода ищущим повода, дабы они, чем хвалятся в том, оказались такими же, как и мы. Проповедник – это первостепенное, в чем нуждается Россия, и мы должны молить господина жатвы, чтобы выслал достойных делателей. В овчарне православной церкви орудуют разбойники в рясах, бритые сектанты с бабочкой и ножом. И если родится проповедник, то его нужно беречь всем миром, как сурдолуга среди массы глухонемых, как поводыря среди толпы слепых, как факел данка из старухи из Иргиль-Горького. Это от меня, как завещание русскому народу. Но я люблю смотреть фильмы о природе, хорошие исторические, о Руси и христианские, как Иуда Бенгур, Камаградеши и Иисус и другие на библейские темы. Не могу представить себе, чтобы осудительные и гневные слова против лицедеев-артистов Златоуст мог обратиться против исполнителей роли в фильмах Авраам, Иосиф, Иеремия, Моисей и другие. Святитель говорит о каких-то бассейнах на сцене, в которых купались женщины. После просмотра этих представлений мужчины не хотели и смотреть на своих затрапезных жен. Ставились сцены по языческим мифологиям и тому подобное. Когда трагический актер, увлекшись гением поэта, выходит дерзко на позор в мишурной мантии Гамлета, толпа любя обман пустой, гордясь омнимым состраданием, готова ложь почтить слезой и даровым рукоплесканием. Но если, выйдя на порог, нас со слезами встретит нищий и, прах целуя наших ног, попросит крова или пищи, глухие к бедствиям чужим, чужой нужды не понимая, мы на несчастного глядим, как на лжеца и негодяя. И речь правдивая его, не подслащенная искусством, не вырвет слез ни у кого и не взволнует сердце чувством. О, род людской, как жалок ты, кичась своим поддельным жаром, ты глух на голос нищеты и слезы льешь перед фигляром. Дуров С.Ф.